Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость будет касаться традиционного законопроекта, который регулярно вносится в Государственную Думу, а именно законопроект об отмене транспортного налога. Замечу, что бытность Думы Старого Созыва за последние два года было внесено, по моим подсчетам, около пяти-шести законопроектов об отмене транспортного налога. В общем, и в Думе нового созыва, я думаю, также не будут отходить от традиций, и будет достаточно много поступать законопроектов по отмене транспортного налога. Вот один из таких законопроектов, он поступил в Государственную Думу нового созыва. Правда, я отмечу, что хотя сам законопроект поступил в Государственную Думу в октябре, готовился он еще в сентябре. Содержание данного законопроекта традиционно предлагается признать утратившей силу главу 28 о транспортном налоге. Ну и, кроме того, указывается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года, что, в общем-то, и подтверждает, что закон несколько раньше готовился, чем поступил в Государственную Думу. Ну, намного раньше. Ну, в пояснительной записке особо ничего нового автора законопроекта не говорят. Говорят, традиционно указывают на то, что повышается финансовая нагрузка на владельцев транспорта за счет повышения акцизов. Ну и, кроме того, говорят о том, что сам по себе транспортный налог несправедлив, поскольку он взимается независимо от того, используется ли автомобиль, либо нет. И справедливо будет то, что, в общем, транспортный налог будет модифицирован в акциз на топливо, то есть будет платить тот, кто и пользуется автомобилем. В финансовом обосновании автор указывает на то, что, в общем-то, отмена транспортного налога не приведет к выпадающим доходам бюджетов, поскольку это все будет компенсировано за счет акциза на топливо. Ну, оценивая данный законопроект, можно указать два его недостатка, которые сразу видны невооруженным глазом. Первый недостаток – это недостаток законодательной техники. Авторы законопроекта опять забывают о том, что помимо части второй налогового кодекса существует еще и часть первой налогового кодекса. Соответственно, это означает, что отмена транспортного налога, то есть внесение изменений в часть вторую, автоматически требует и внесения изменений в часть первую, где должно также быть убрано упоминание о транспортном налоге. Второй недостаток – это, скажем так, сущностный недостаток, и на этот недостаток обратило внимание правительство, которое дало отрицательное заключение на данный законопроект. А именно указывается на следующее обстоятельство, что транспортный налог является источником формирования как бюджета субъектов, так и является источником формирования дорожных фондов. Вместе с тем, авторы законопроекта указывают на то, что выпадающие доходы бюджетов можно компенсировать за счет акцизов, но при этом не указывают на то, как будут компенсироваться выпадающие доходы дорожных фондов. В целом, можно сказать, что данный законопроект будет ждать та же судьба, что и другие аналогичные законопроекты, а именно он не найдет поддержки в Государственной Думе. И, как я уже неоднократно говорил, думаю, что реально отмена транспортного налога может состояться только в том случае, если такой законопроект будет вноситься от имени правительства Российской Федерации. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...